В МФЦ появилась новая строка услуг при приеме граждан. Связана она с получением сертификата о вакцинации. Если раньше документ можно было получить только электронно через госуслуги, то теперь за бумажным вариантом можно обратиться в любой из центров моей документы. Новая услуга актуальна прежде всего для граждан без учетной записи на портале. Соответственно, обращаются к специалистам в окна приема. Для этого они заполняют заявление со своими персональными данными, паспортными данными, и данные СНИЛСЯ. Новая услуга сейчас одна из популярных в многофункциональных центрах региона. За распечаткой и восстановлением пароля на госуслугах приходит порядка 30% от всех посетителей. Так, в первые дни в офисе Майдокументы на Соседателе 17А услугой воспользовались больше 400 человек. На каждого отводится порядка 10 минут. Отлично, я был поражен обслуживанием. Честное слово, был поражен. Я хотел жену записать. Сейчас позвоню, чтобы она тоже пришла сюда. Ну, то есть, она думала, что здесь очереди большие. Но здесь, видите, я не успел прийти, мне уже все оформили. В ОМФЦ на Соседателе также делают прививку. Пункт вакцинации здесь работает с 11 мая. Привиться можно в будни с 11 утра до 6 вечера. До сегодняшнего дня у нас было очень много людей. Мы прививали здесь до 100 человек и даже больше. А сегодня вот пришли сюда, и у нас тихо. Спутник Лайт, вакцина закончилась. Все ее просят. Они все идут на ревакцинацию. Вакцинироваться могут все желающие старше 18 лет. С собой необходимо захватить паспорт и снился. Вакцина первая. Решил вакцинироваться, потому что решил позаботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих людей. Не смог попасть в поликлинику. Здесь, как оказалось, все довольно удобно. Близко к дому. Очереди нет. Прививочную кампанию также продолжают вести и в поликлиниках по месту жительства. К слову, именно государственные учреждения здравоохранения занимаются оформлением сертификатов о перенесенном заболевании. В частности, данные о положительных ПЦР-тестах пациентов вносятся в федеральный регистр переболевших. Когда пациент выздоравливает, то есть у него мазок отрицательный приходит, тоже поликлиника приезжает, берет мазок, он отрицательный, информация врачу поступает. Данные о нем вносятся в федеральный регистр переболевших. Когда он получает отрицательный мазок, в информационных системах, в случае его болезни закрывается, информация автоматически передается на портал госуслуг и формируется сертификат. В случае, когда пациент обращается за помощью в частные клиники, данные о перенесенном заболевании в регистр не попадают. Чтобы получить документ и QR-код, такому пациенту необходимо предоставить участковому терапевту результаты ПЦР-тестов.